Всем привет и спасибо огромное за ваши теплые слова в комментариях. Меня не было две недели, рада, что вы меня дождались, и я тоже счастлива вернуться к своим видео. Все обещания я помню, но сегодня будет видео посвящено ванным комнатам. Сегодня я в том же торговом центре, что и вчера, я та же, что и вчера, и это магазин Муджи. Японский и еще более минималистичный вариант Икея. На этих стеллажах мелочи для ванной комнаты. Само слово Муджи обозначает что-то не цветное, не вычерное, не декорированное, поэтому в этом магазине преобладает белый цвет. Немножко цвета у подставок для зубных щеток, но это максимально для этого магазина. Вот такой наборчик можно собрать и поставить у раковины. Это щетки, которые вставляются в какую-то электроподставочку и начинают жужжать. На нижней полке косметички сумочки, а это разнообразные мочалки. Все они немного разные по фактуре, но в общем все они здесь достаточно мягкие. В аптеке, простой аптеке, можно выбрать для тех, кто любит пожестче. Есть здесь и небольшие, и совсем маленькие для лица, но я как-то пробовала, что-то я не приноровилась. Есть здесь и щетки, чтобы потереть спинку. Это контейнеры для шампуня, кондиционера, геля для душа и прочего. Все они специально прямоугольной формы, это удобно для того, чтобы организовать компактное хранение. Сегодня в Японии, не только в этом магазине, но и везде, и в аптеках, и в хозяйственных магазинах, и в супермаркетах, шампуни часто продаются в таких мягких пластиковых упаковках, специально, чтобы дома перелить в имеющиеся контейнеры. Тоже контейнеры для организации хранения уже в шкафу. Они пластиковые, и в Мудже очень качественная пластмасса, стоят они, конечно, дороже, чем в магазине, где все по одному доллару. Выбор в одном дизайне, здесь гораздо больше, можно сразу подобрать разных размеров. Причем размеры друг к другу подходят, и маленькие коробочки легко поместятся в большую, и будет все очень компактно. На этом стеллаже тазики и ковшики, которые есть в любой японской ванной. А внизу еще один обязательный аксессуар – это стульчик. В японской ванной душевая и ванная объединены. Вся ванная – это отдельный модуль, и сток прямо в полу. Принцип общественной бани перенесся и в квартиры, и частные дома. И сейчас самое время показать вам, какие в Японии ванны. Несколько месяцев назад мы были в шоу-рум известного японского бренда Toto. Это крупнейший мировой производитель туалетов. В большинстве японских домов установлены именно их туалеты, а также и ванные комнаты. А сейчас я на входе в их шоу-рум. Измеряем температуру, дезинфицируем руки и дожидаемся менеджера. В этом же помещении были представлены еще несколько брендов – производители окон, дверей и материалов для отделки комнат, домов, квартир. Это традиционная в Японии подставка для зонтов. Если приходишь сюда в дождливую погоду, оставляешь зон при входе. Здесь же рядом план помещения. Здесь два этажа, разные бренды. Но просто так сюда прийти нельзя. Нужно договориться с менеджером, назначить время. И в определенное время прийти, причем для тебя выделится там час, не знаю, или 40 минут. И больше ты уже там времени провести не сможешь. Нужно назначать повторную встречу. Ну или сразу оговаривать время подольше. Ну а теперь покажу и расскажу про разные ванные комнаты. Японская ванна – это обычно два помещения. Это место, где можно помыться. На потолке была сушилка, вентилятор и это пульт управления к нему. Перед входом сюда отдельное помещение. Там раковина, зеркало и, если место позволяет, устанавливают и стиральную машину. Цвета ванных и раковин бывают разными. Можно выбрать на свой вкус. Но все эти дизайны, все эти варианты зависят от типа самой ванной. Некоторые модели доступны только для частных домов. Их невозможно установить в квартире. Сейчас точно не поняла, но, возможно, сверху это стульчик специально для тех, у кого проблемы с ногами. Чтобы можно было погрузиться в ванную. Кстати, у бренда есть специальная линейка, где они производят и ванны, и туалеты для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. Ранее были разные варианты душа и смесителей. А это небольшие демонстрационные кабины. Здесь показывается, как работает та или иная функция, которую можно заказать себе в ванной. Первое – это было очиститель полуванной. Это, наверное, джакузи. Дальше можно наглядно посмотреть, как течет вода, как льется вода из душа. А именно верхнего душа, потому что посмотреть и попробовать разные лейки можно уже в следующей кабинке. В общем, в шоу-руме можно не только посмотреть, но и попробовать и испытать. Ну, я продолжу вам показывать, какие разные ванные комнаты я увидела там. Это явно шикарный, дорогой вариант. Не стоит думать, что во всех японских домах такие ванны. Возможно, даже это один из самых дорогих вариантов, и все две комнаты могут стоить запросто 30 тысяч долларов. Думаю, вы уже поняли, о чем я говорила, когда сказала, что душевая и ванная объединены. Здесь в полу один сток. Кстати, эта ванная непростая. Из серого изголовья, если включить специальный режим, будет падать такой водопад воды. Струя воды, но широкая и плоская. В ванное отделение можно подобрать разные двери. Не только под разный цвет металла, белые, серебристые, черные, но они могут быть раздвижными, как в этой ванной. Могут складываться гармошкой или быть просто распашными. Это я покажу чуть позже. А сейчас здесь представлены ванные модули для помещений с окнами. Все эти ванные именно модули. Здесь нельзя купить отдельную часть. Конечно, можно, но обычно, если ты делаешь ремонт и покупаешь ванную, тебе нужно собрать весь комплект. Потому что устанавливается эта ванна тоже, как домик внутри помещения. И этот домик ванной отключает в себя все. И потолок, и стены, и полы, и ванную, и души, и все-все-все. Все, что ты захочешь себе туда установить. Окончательная цена, соответственно, складывается из содержимого и набора функций. И категории, и размера ванного модуля. Этот модуль достаточно большой, да и сама ванная очень большая и длинная. Это необычно для Японии. Не знаю, передает ли видео, но панели на стенах здесь такого глубокого темно-синего цвета. Все эти ванные модули сделаны из пластика. Ну, не знаю, как это точно называется. Акрил, не акрил. Ну, в общем, это уж какие-то современные материалы, которые долговечные и очень легко моются. Этот модуль уже поменьше. Кстати, заметили, необычно, наверное, для нас, но зеркало всегда есть в этом душевом отделении. Форму, размеры, расположение, вертикальное или горизонтальное можно выбрать, но зеркало всегда присутствует. Это прямо обязательный элемент. Эти ванные модули, рядышком будет их несколько, можно назвать, наверное, стандартным японским размером сегодня. Сами ванные не длинные, но глубокие. В них нужно сидеть с согнутыми коленями. Вернусь к принципу общественной бани. По аналогии с ней, ну, с аналогом японской общественной бани, сначала мы берем стульчик, садимся на него, набираем тазик водички, моемся и ковшиком поливаемся, обмываемся. И после этого уже чистенькие погружаемся и расслабляемся в ванной. Причем для того, чтобы сэкономить воду в одну и ту же ванну, можно погружаться по очереди всей семьей. А чтобы набранная ванной вода не остывала, существуют специальные крышки. Вы, наверное, заметили, что какие-то экраны, штуковины висят на стене. Это именно крышки для ванной. Сейчас напугаю вас ценой. Это скромная ванная. Весь набор стоит 12 тысяч долларов. Но это именно, так сказать, мокрое отделение. А еще необходимо купить и раковину, и зеркало, там, где почистить зубы и помыть руки. Вот еще варианты разных дверей. Везде мутное стекло, но может быть и прозрачным. Есть складывающаяся гармошка и просто распашная. Снова на вид очень скромная ванна, но, наверное, тут какие-то технологичные решения, потому что стоит этот комплект, стоит эта комбинация, 15 тысяч долларов. Грубо сказала, было немножко подешевле. Комплект рядом, стоит 15 тысяч долларов, и он подороже, чем первый черный. Основной модуль здесь – это стены, потолок, пол и ванна. Стоит около 10 тысяч долларов. А дальше 3-4 тысяч долларов – это дополнительные элементы. Зеркало, смесители, душевая лейка. Да, цена высокая, но что поделать, такие цены, с другой стороны, такую ванну делаешь раз и навсегда. И то, если ты делаешь, если ты купил жилье в собственности, и это старое жилье, и тебе нужно отремонтировать. Напомню, если ты покупаешь новое жилье, то там у тебя все будет, и ванна, и туалет, и кухня, все будет установлено за тебя. Здесь есть и телевизор, также можно установить еще и музыку. На этом плакате рассказывается о специфике пола и крышек для ванной. И пол, и крышка, и сама ванна очень хорошо держат тепло, их легко мыть. И, само собой, все это очень качественно сделано, все очень добротное. Здесь можно посмотреть готовый комплект на два помещения. И зона умывальника, и сама ванная выдержаны в одном дизайне. Слева здесь фактурное покрытие, и здесь есть его цена. Стоит 180 долларов, 190 долларов за квадратный метр, наверное. Ванная внутри выглядит вот так. Здесь используются два цвета стеновых панелей. Но, в общем-то, все это можно выбрать отдельно. И сейчас покажу, как это делается. В зависимости от категории модуля и его размера, тебе предлагаются разные образцы. Тут же на этом стеллаже есть и маленькие ванны, тоже разных цветов, которые можно подобрать себе по дизайн. Само собой, полочки, ручки, свет тоже выбираются отдельно. Это как раз каталог панелей на стены. Точно такой же есть и для пола. Здесь ты можешь выбрать цвета и понравившуюся тебе фактуру. И после этого сложить в макетик и посмотреть, как же это будет выглядеть позже. Вот такая игрушечная ванная комната получилась у нас. Конечно, можно взять каталог и каталог образцов. Все это взять с собой, подумать еще раз и определиться уже дома. А это уже умывальники. Снова разные базовые цвета, разные ручки. Все это можно подобрать под свой вкус. В качестве образцов здесь представлены и маленькие, узенькие варианты, и уже раковины, и двойные раковины для помещений побольше. Конечно же, вопрос здесь не только в шкафах и в цвете, но также здесь можно выбрать и дизайн, и размер раковины, и смесителей. Очень широкий выбор, и вопрос стоит только в деньгах и вкусе. Это стена с аксессуарами не только для ванных комнат, но и для туалетов. Но японские туалеты – это отдельная тема, и о них я поговорю позднее и отдельно. Снова смесители, фасады, ручки. Будут еще и отдельно раковины снова. Если прийти сюда неподготовленным, а тебе надо что-то выбрать, в общем, навряд ли это получится. Я думаю, и вообще лучше приходить с дизайнером, со специалистом, если ты сам не готов творить. Ну, в общем, глаза раздвигаются, очень сложно. Этот умывальник стоял отдельно. Цена у него очень крутая – 5000 долларов. Но думаю, что дело здесь в дереве. Возможно, и раковина здесь какая-то особенная. Ну, единственное, что я увидела – это фильтрованная вода была. В этой компактной комбинации подразумевается место для стиральной машины справа. Еще немножко покажу ванных комнат из шоурума, а потом покажу нашу ванную, та, которая была у нас в прошлой квартире. Еще одна очень удобная вещь – это перекладины над ванной для белья. Здесь их две, но есть место, чтобы перемещать. Ведь в Японии не приняты полотенцесушители. Прекаясь на цену, комбинация этой черной ванны и вообще весь этот модуль стоит 25, минимум 25 тысяч долларов. Но здесь я смотрю, ванная с функцией автоматической мойки, и также есть автоматическая мойка пола. Видите, внизу полочка, и там свет. Там же встроены специальные разбрызгиватели, которые моют полы, и не сохраняются, поэтому мыльные разводы и не скользкий пол. Это еще одна навороченная крутая комбинация с широкой, большой и длинной ванной. Стоит она уже 30 тысяч долларов. Я же вернусь к теме перекладины и расскажу, почему они удобны. Ведь в потолке встроена мультисистема вентиляции, нагрева и охлаждения воздуха. Также там есть функция сушки белья. Нажимаешь кнопочку, и белье быстро очень высушивается. Еще в Японии очень влажно, и нет центрального отопления, поэтому зимой в ваннах очень холодно, и эта мультисистема очень полезная штука. Ведь перед тем, как пойти мыться, там можно нагреть воздух, и будет тепло. Воздух можно и охладить, ну а вентиляция позволяет убрать ненужную влажность. На этом у меня все с обзором шоурума. А это, кстати, плакат, на котором показаны категории разных ванных модулей и цены на них. Ну а теперь, так сказать, жилая ванная комната, та, которая у нас была в прошлой квартире. Умывальник и вся эта зона, мне кажется, от Panasonic. А вот модуль ванной, ванный модуль – это то-то. На полу здесь смотрится хорошо, но это простой современный линолеум. Здесь матовая распашная дверь, и очень удобно, что на ней есть два поручня, куда можно повесить полотенце. Над умывальником трехстворчатый шкаф. Шкаф – это действительно шкаф. Бывало и так, что просто зеркальце висит. Были у нас такие случаи. Под умывальником выдвижные ящики. И сейчас принято не ставить шкафы под умывальником на пол, а подвешивать их, чтобы там можно было поставить весы, ну и мыть пол было легче. За белыми дверцами – это тоже места хранения. Там был достаточно вместительный шкаф. А это уже сам модуль, думаю, средней ценовой категории. Думаю, так как квартира сдается в аренду, дизайн здесь сделали универсальный, такой неприхотливый, чтобы всем было комфортно. Сверху у нас тоже было две перекладины, и тоже можно было их переставлять. Очень удобно, я очень активно этим пользовалась. На потолке у меня грязный фильтр, даже не помыла перед съемкой. На самом деле делается это все легко. На наружную решетку можно просто или обмахнуть пушистой тряпочкой, или пропылесосить, а потом выдвигается фейцер, его нужно просто промыть под проточной водой. Сейчас я стою прямо в ванной, она достаточно глубокая, и чтобы помыть ее, видите, у меня в углу стоит такая белая щеточка. Просто так нагнуться невозможно, нужно что-то длинное, чтобы дотянуться до дна. Кругом на стенах наклейки, как здесь что работает, и функционирует. Вот такая была у нас ванна, достаточно простенькая, но очень удобная. Но сейчас у нас ванный модуль гораздо лучше и красивее. Так что покажу как-нибудь в следующий раз. У нас другой бренд, у нас Panasonic, поэтому посвящу этому отдельное видео. В завершение видео шикарная ванная комната от Tota. Это снова из шоурума, а потом покажу вам, как рекламирует эта компания себя в каталоге, что они о себе пишут, и чем же они так хороши. Ну а теперь немножко страничек из каталога. Первый разворот – это цены и категории модулей. Здесь разброс цен от 20 до 8 тысяч долларов. Но все зависит от размера и наворотов, и на другой страничке уже цены поменьше. Здесь разброс от 10 до 4 тысяч долларов. А теперь, что замечательного они о себе рассказывают. У новых ванных модулей стены уже, поэтому в то же самое место можно установить ванную, и там используемое пространство будет шире. Это дополнительная опция, есть не везде, встроенная система мойки пола и самой ванной. С этой функцией ванные модули стоят 19, 16 и 12 тысяч долларов, в зависимости от категории. Здесь все про эргономические формы, комфорт и поток воды. Скажем по-простому, это ванная с водопадом. Слева стоит 28 тысяч долларов, и справа 15 тысяч долларов. Здесь рассказывают про особенности устройства пола, о том, что он и теплый, но он не нагревается, а держит тепло, и также он глушит удар. Если упал шампунь или еще что-то, то, в общем-то, упадет очень мягко. Здесь было про разные размеры и формы ванных. Это о продуманном дизайне и конструкции. Кто-то старается продумать все до мелочей и предложить максимально удобную и комфортную конструкцию. Работают они во всех направлениях, не только над ванными, но и душевыми лейками. Вода течет как-то по-особенному, и ощущаешь ее теплее, чем она есть на самом деле. Много уделяется внимания и простоте ухода за ванным модулем. И здесь речь идет не только об автоматических разбрызгивателях. Здесь продумывается и покрытие пола, и устройство стоков, сливов. Материалы тоже здесь используются современные, чтобы не оставалось ни мыльных разводов, ни известкового налета, ни плесени, которая очень распространена в Японии, потому что влажность высокая, тем более в ванных комнатах. Это функция удаленного управления в ванной, которая тоже присутствует, обозначена как новинка. Ну а дальше в каталоге можно подобрать готовые варианты дизайна. Цены, размеры, комплектация тоже указаны. Убираем две правые цифры и получаем цену в долларах. Вот, пожалуй, и все, что могу я рассказать вам сегодня про ванные модули ТОТО. Позднее будет видео и про туалеты, и про ванные модули от Panasonic. Покажу и нашу ванну, которой пользуемся мы сейчас. Инженерные картинки по установке. Здесь, конечно, нужны специалисты. Своими силами уже не справишься. На сегодня у меня все. Пока. Спасибо, что смотрели и слушали. Всем здоровья и хорошего настроения. Пока. До скорого.